При массовом употреблении алкоголя с каждым годом нарастает число людей с явлениями преждевременной деградации. А вместе с ростом количества дегенеративных детей будет иметь место оглупление народа. Человечество равнодушно наблюдает за тем, как настойчиво и неумолимо совершается непревзойденное по своей жестокости уничтожения собственного национального разума. В течение миллиардов лет на планете Земля создавалось чудо, может быть, единственное во всей Вселенной разум человека. Природа несла неисчислимые жертвы, что появился ясный и чистый человеческий кений. А ныне, последовательно и неуклонно, разум уничтожается наркотиками, среди которых самым опасным и широко распространенным является алкоголь. Яд, который в состоянии не только остановить прогресс человеческого гения, но и привести его к деградации. Только трезвость может предупредить разрушение мозга и закрыть путь к деградации. Почему же некоторые авторы полагают, что можно добиться уменьшения пьянства, призвав к умеренным дозам? Да потому что они сами находятся в плену у иллюзий, полагая, что человек может вовремя остановиться. А что значит вовремя? Одно дело думает тот, кто пьет, другое, что видит трезвый. То состояние, которое сам пьющий расценивает как умеренное, и что он остановился вовремя, и отрезво ясно, что он уже в таком состоянии, когда общение с ним невозможно, а что говорить о каких-то вопросах, которые с умеренной дозой алкоголя в мозгах он должен будет решать. Огромное большинство, если не все, призывающие к умеренной дозе, это люди, прочно сидящие в плену алкоголя, поэтому все их рассуждения слишком иллюзорны, чтобы могли подвергнуться обсуждению. В заключении я хотел бы, товарищи, разъяснить, почему я, хирург, встал на борьбу за трезвость. Ведь этим должны заниматься социологи. Как только я познакомился с этой проблемой, я увидел, что над нашим народом нависла смертельная опасность, что люди гибнут от алкоголя сотнями тысяч. Для меня стало ясно, что нельзя свои силы отдавать одному человеку, не предпринимая в то же время все необходимое для спасения сотен тысяч людей. Я понял, что если не предотвратить нависшую над страной катастрофу, то очень скоро никому не нужны будут ни мои научные труды, ни мои книги, некому будут делать операции, так как люди раньше погибнут от пьянства. Общество, если не прекратит себя спаивать, превратится в сборище дегенеративных и умственно отсталых людей. Я знаю, что этого добиваются империалисты всех мастей, что к этому стремится центральное разведывательное управление, бросая на это миллиарды долларов. И вижу, что эти деньги дают результаты. Они уже многое добились. Против уничтожения в людях того, что является чудом природы, человеческий мозг, с повреждением которого невозможен никакой прогресс. Для этого надо, чтобы народ узнал правду об алкоголе, чтобы идея отрезвления овладела массами, чтобы за ее осуществление взялся сам народ. Я верю в свой народ, в его светлый разум. В этом вопросе я целиком поддерживаю учения Владимира Ильича Ленина, который в самое трудное для страны время, когда под угрозой было существование самого государства, самой республики, считал, что ни при каких обстоятельствах он не допустит торговлю водкой и прочим дурманам. И ныне необходимо иметь очень серьезные основания, чтобы в этом важнейшем для жизни народа и государства в вопросе идти против учения Ленина. Среди лжироспространяемой приверженцами умеренных доз и культурного напития является еще одна ложь, которая неупорно поддерживает. Это ложь о том, что якобы у нас, в стране, сухой закон не принес никаких положительных результатов. Это, товарищи, чистейшая ложь. В 1904 году был принят закон о введении сухого закона. Сухого, да. Законоположения. Причем этому предстоит была огромная работа всей русской интеллигенции, во главе которой стояли большевики. А? Что? В 1914 году, а боролись-то в течение, начиная с 1906 года, особенно упорно были бои в Государственной Думе и в Государственном Совете. В результате введения сухого закона в 1914 году в течение почти 11 лет у нас душевое потребление приближалось к нулю. В 1923 году, то есть спустя 9 лет, душевое потребление алкогольных напитков составило 0,2 литра. 0,2 литра в год. Годовое потребление. В 1925 году был отменен сухой закон Сталиным. Была отведена свободная государственная монополия. Но и после этого в течение длительного времени у нас душевое потребление было значительно ниже, чем среднемировое душевое потребление. То есть мы в течение многих лет отставали значить, потребляли значительно меньше алкогольных напитков, чем все европейские страны. Что опять-таки попровергает ту ложь, которую распространяют, что будто русские, так, у них привычный запьян, что это они, они, это чуть ли не русская болезнь. действия сухого закона продержалось почти 50 лет, несмотря на то, что он был отменен, но психологический настрой держался почти в течение 50 лет, потому что душевое потребление приравнялось к 1914 году только в 1964 году. до этого у нас было ниже, чем в 1914 году при отмене приведения сухого закона. И только после 1960-1919 годов у нас быстрыми темпами пошел рост алкогольных напитков, которые привели в настоящее время на каких-нибудь 20-25 лет, 30 лет привели к тому, что мы стоим на границе катастрофы. А вот, товарищи, вы можете прочесть везде. 50 лет держался Сухой Закон, его психологический настрой. А между тем вы можете прочесть в литературе, которая публикуется, в том числе и в литературной газете, и не раз, что Сухой Закон принёс только хуже делалось от него, что он ничего хорошего не принёс, только отрицательные результаты. А вот, товарищи, сохранился документ, который говорит о том, что же на самом деле принёс Сухой Закон русскому народу. Вот имеется документ, законопроект крестьянских депутатов Государственной Думы об утверждении на вечные времена трезвости в России. По инициативе для членов Государственной Думы крестьян Евсеева и Макагона в Государственную Думу внесено законодательное предположение об утверждении на вечные времена в российском государстве трезвости. В объяснительной записке к законодательному предположению авторы его пишут. Высвечающе утверждённым положением Совета Министров 27 сентября 2014 года городским думам и сельским обществом, а положением 13 октября того же года и сельским собранием на время войны предоставлено было право запрещать торговлю спиртными напитками в местностях, находящихся в их видении. В воле государства, государя, право решения вопроса, быть или не быть трезвости во время войны, было представлено мудрости и совести самого народа. И вот подтверждение во всём государстве волей народа были закрыты все винные магазины. Говорят, русский народ прирождённый пьяница. Нет, не осталось ни одного места, где бы народ не вынес лишение о закрытии винной торговли. И что же получилось, вот пишут крестьяне. Уже через год сказка о трезвости. В этом преддверии земного рая стала на Руси правдой. Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустили тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, поднялась происходительность труда, явился достаток. Несмотря на пережитые потрясения, была война. Деревня сохранила и хозяйственную устойчивость, и бодрое настроение. Облегчённое тяжкой ношей пьянство, сразу поднялся и вырос русский народ. Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная бесповоротная мера. И взять алкоголь и свободное обращение в человеческом обществе на вечные времена. Вот что даёт, товарищи. А мы читаем таких учёных, в кавычках, которые пишут, что сухой закон ничего не дар. Где же совесть у этих людей? Зачем они нам врут? Кто? Тот, кто пишет, что сухой закон ничего не дар. Дорогие товарищи, в заключении я хотел бы сказать ещё несколько слов. Я раньше думал, что для борьбы с пьянством надо идти по пути увеличения цен на спиртное. Но, приехав к вам, увидев огромный интерес, буквально энтузиазм всего народа при слове трезвости, я понял, что надо идти по пути пробуждения сознания в самом народе. чтобы он добровольно отказался от водки, даже продаваемой по самой дешёвой цене. Более того, я уверен, что очень скоро будет так, что если торговцы вином будут приплачивать за то, чтобы мы пили, и наш народ будет отказываться от этого, я в этом глубоко убеждён. Вот тогда и наступит настоящее трезвое общество. Тогда и будет то, о чем мечтал Лев Николаевич Толстой. Освобождение от этого страшного зла будет эпохой в жизни человечества. Благодарю вас. Фёдор Владимирович, здесь 40 записок. Я думаю, что и будут продолжать. Они и можно и устно. Так я понимаю, можно и устно задавать вопросы. Ну, пожалуйста. Вот здесь есть одна записка, в которую просили огласить до... до конца, до начала лекции. Ну, вот я прошу, значит, у вас её огласить. Это не вопрос, а предложение. Я прошу... Такая записка. Поручить административным, партийным, профсоюзным организациям окружить вниманием алкоголь в целях благополучия детей, семьи, жены, жёны беспомощны. Категорически запретить в стенах учреждения, организации праздничных застолья с алкогольными напитками. проводить профработу в школе. Считаю, что очень умная записка, совершенно правильная. финансовая. Что скажу? Конечно, если будет приниматься законодательные меры, когда люди спросят, что кто за то, чтобы вести трезвость, ни один человек не поднимает руку. Разве можно в этом обществе вводить, принудить при трезвости? Ведь для того, чтобы верный трезвый закон действительно оказал своё содействие, в 1914 году предшествовали более десятилетний период упорной борьбы с русской интеллигенцией над тем, чтобы создать психологический настрой на трезвость. И вот по существу моя задача заключается в том, чтобы сказать вам правду. Я глубоко убеждён, что если вчера, когда я спросил кто после этой сегодняшней вчерашней лекции объявит для себя сухой закон, поднялось несколько десятков рук. Я глубоко убеждён, что сегодня поднимется их значительно больше. Потому что вы узнали ещё больше правду, чем вчера. А если вы всё это обдумаете, взвесите всё и в конце концов переломите вот эту гнилую традицию, которая у нас создалась в своём сознании, я глубоко влечён через короткое время. Если кто-нибудь вас ещё спросит того и спросит, уверен, что поднимется почти весь стал. Хотел бы я знать сейчас, товарищи, если вы действительно понимаете всю серьёзность положения, то вы должны понять это и то, что борьбу с этим надо начинать с самого себя. Не ждать, что кто-то нам носом ткнёт заставить нами выполнять. Для этого существует светлый человеческий разум, чтобы он мог, несмотря ни на что, идти светлой дорогой. вот я вам сказал, что пускай даже приплачивает. Засыпь меня золотом, да я не возьму глотка в рот. Я глубоко убеждён, что многим тут найдётся такие, которым будут приплачивать, и они не возьмут ни одного глотка в рот. Я бы хотел вас знать, если вы действительно серьёзно поняли то, что я вам сказал, и если вы действительно заботитесь о своём народе, если вы хотите в этом что-то сделать полезного для народа, вы должны начинать с себя. Я бы хотел знать, товарищи, кто из вас с завтрашнего дня объявит для себя сухой закон? Прошу поднять руку. Вот видите, сегодня уже несколько раз больше, чем вчера. А я глубоко убеждён, что всё то, что я говорил, если вы всё это серьёзно обдумаете, то вам будет даже неудобно, как сейчас неудобно мне находиться за столом, где стоит бутылка с вином, мне противно, так вообще даже кажется, как это дико и зачем это всё нужно. На самом деле это такая вот в течение многих даже десятилетий, почти трёх десятилетий создалась такая традиция, что нам неудобно, вот как придут гости не поставить, но ведь это же товарищи, мы как, что делаем, мы приходят к нам друзья, а мы угощаем ядом, ведь это же дико, надо же, если мы пока не понимали этого, это мы пропростительно, но теперь мы понимаем, так неужели мы теперь будем ядом угощать своих друзей? Я думаю, что многие теперь подумают, во всяком случае, честно вам скажу, лет, года четыре или пять тому назад нас заставил сынишка, ой, ему было в то время восемь лет, он сказал, папа, какой ты непринципиальный, ты говоришь, что это наркотик яд, а сам угощаешь своих друзей, и когда мы бросили это угощать, а потом приехал к нам один грузин, и говорит, что я не буду, день рождения мой, у нас были соки налажены, а он сказал, нет, я соки не буду пить за здоровье Федора Григорьевича, мне налить вина, мы налили, осмотрю на сынишку, у него глаза наполнились слезами, и он выбежал из-за стола и зарыдал, мы решили с женой, что нельзя больше испытывать судьбу, вот устами младенца глаголят истина, правильно он говорит, зачем же, он и так говорит, зачем же ты как-то так поступаешь, ты же сам говоришь, что это яд, зачем же к тебе приходят твои друзья, зачем же ты их ядом угощаешь, и вот с того времени, это уже года три или четыре, у нас никакие события в жизни, ни рождения, нигде, ни капля алкоголя, даже свадьбы два года тому назад старшему сыну отправляли, было человек 60, народ был без капля алкоголя, и могу вас заверить, была очень веселая свадьба, потому что веселье очень важная вещь, она сохраняет и улучшает здоровье, но веселье только нормальное, веселье пьяное, это веселье под наркозом, оно кроме вреда ничего не приносит человеку, поэтому если вы хотите повеселиться, хотите отдохнуть, то этот отдых, это веселье должно быть без наркоза, это должно быть трезвое веселье, иначе кроме вреда оно ничего не приносит. Я благодарен вам, товарищи, поднявшим руку, это значит, что я приехал сюда не зря. Аркоголь относится к естественным соединениям, иногда присутствует в некоторых пищевых продуктах, иногда лечебного назначения, например, кумыс. Нет ли случаев, когда небольшое количество алкоголя является нормой для определенных индивидов. Нет такого. Наоборот, это еще в 15-м году было решено, что ни при одном заболевании алкоголь не является лекарственным средством, которое бы не было заменено лучше и безвреднее, чем алкоголь. Поэтому в 15-м году было всероссийское общество врачей решено исключить полностью алкоголь из средств как лечебное средство. Что касается того, что существуют такие разговоры, что в организме образуется алкоголь, и что для поддержания надо товарищей. Это зенития. Это глупо врачей. Существуют вещества, позволяющие быстро выводить спирт из организма. Например, съел таблетку и трезвый. Я за то, чтобы не таблетку заводить, а просто алкоголь не вводить. Скажите, в медицинской точке зрения, у коллеги не это жизнь пожилого мужчины 56 лет, или вторично женившись, он активизирует половую жизнь по сравнению с половым воздержанием. Это не имеет прямого отношения к это, хотя не совсем, потому что я должен вам, товарищи, сказать, что помимо мозга, второй орган, на который действует алкоголь разрушающим образом. Это зародышевые клетки. Поэтому тут имеет значение не только то, что у пьющего человека рождаются дегенеративные дети, но очень часто появляется импотенция, которая создает большую трагедию в семье. Половые клетки разрушаются в резкой степени, и как мужчина, вот говорится, что какой же он мужчина, если он не пьет. Настоять только тот и мужчина, который не пьет. А если он пьет, то он очень скоро перестает быть мужчиной. Это я вам могу точно сказать. Почему наш народ столь катастрофически испевается, товарищи? Неужели вам самим не ясно? Вы сейчас сейчас например стараемся своего сынишку не подпускать к телевизору и не водить его в кино. Почему? Потому что он везде увидит только пьянство и курение табака. Вот здесь два человек, родивший, подходит к телевизору, что он там видит? Он видит бокалы, наполненные водкой, виной, вплоть до самогона и постоянные клубы дыма. Как вы думаете, этот что? Видит, когда такие красивые речи и красивые бокалы. Он, что, оказывается, умнее этих дядей станет сказать, что нет, это они дураки, они зря это пишут. Он, конечно, с этих лет уже мечтает сам поднять такой красивый бокал. А если мы посмотрим третий картин, я вас уверяю, ни одна из них не обойдется без курения и без приема алкогольных напитков. А наши газеты, пожалуйста. Что говорите? Вот вам, я думаю, что не надо быть мудрецом, чтобы видеть, почему наши дети начинают пиваться. А я уже вчера говорил, что употребляющиеся алкогольными напитками начинают пить в 31% случаев до 10 лет, в 64% от 11 до 15 лет, то есть 96% пьяниц начинают пить до 15 лет. А почему эти они начинают пить? Потому что они видят это в телевизоре и в кино. почему уже более 10 лет СССР не подает сведения во всемирное общество здравоохранения? Я не могу отказать, не знаю, почему подает или не подает. Я знаю только одно, что, вот скажем, в этом недавно была опубликована статья Академии Качадова, которая подтверждает мнение других, где сказано, например, что смерть от инфаркта миокарда у курящих в 5 раз выше, чем у некурящих. И это полностью совпадает с данными американских авторов, которые говорят, по которым уходят, что смертельный приступ инфаркта миокарда у некурящих в 67 лет, а у курящих в 48 лет. почти на 20 лет инфаркт миокарда встречается раньше у курящих. Теперь имеется еще суждение о том, что в одном дамах правильно табак, он суживает сосуды, но зато коньяк, он расширяет сосуды. Поэтому если я выкулю папирос и выпью рюмочку коньяков, он все уравновешенит. это товарищи пьяницы так себя утешают. На самом деле точно известно, что алкоголь разрушает не самые крупные, а мелкие сосуды сердца. Поэтому исследования показали, что имеет место резкое изменение и сужение средних сосудов миокарда. Поэтому если человек выкурил, у него суживаются крупные сосуды, а он выпил, у него суживаются мелкие сосуды, то есть утваиваются вредные действия, они нейтрализуются. Поэтому эти не антагонисты, они помогают друг другу в уничтожении человека. почему используются медицинские препараты, содержащие алкоголь? Ну, потому что некоторые вещи надо растворять с алкоголем, они только иначе не могут быть растворимы. Но товарищ вы знаете, от этого не беспокойтесь, вы же не будете пить целыми флаконами, а вы пьете обычно капельками, это несущественно. Я не понял. Так, вы скажите громко и связано, над чем вы? Смейтесь. Нет, товарищ никакого послабления нет. Ну, скажем, сколько мы принимаем в каплях? Ну, мы 20, 30, 40. Это что значит? Это 2-3 грамма, в котором входит и спирт, и входит это. И потом, ну, сколько он выпьет? Он выпьет ну, 2-3 раза в день. Ну, 6 граммов выпить алкоголя. И это не скажется, тем более, ведь он же не будет систематически пить. Вот другое дело, что пьяница целыми флаконами выпивает, тогда это плохо. Залмановым доказано, что продолжительность жизни увеличивается, если применять скипидарные ванны, так как организм человека восстанавливается на уровне капилляров. Почему на предприятиях в районах не строятся профилактории, которые намного экономнее человеку государства по сравнению с поездками на юг? Ну, это другой вопрос, это уж надо к органам здравоохранения обратиться. Пьющий человек на работе наносит вред государству, почему к ним не применяют репрессивные мероприятия? Как было бы хорошо, если замесен первый раз отсидел три месяца, второй раз полгода, третий раз в год. Считаю, количество легких человек, товарищи, тут, я вам скажу даже больше, при Ленине в 1919 году был принят закон, по которому появление в нетрезвом виде в общественном месте карается тюремным заключением не менее, чем на один год. Так что стоит там только восстановить закон, принятый при Ленине, и все будет в порядке. Говорят, что при интенсивном облучении сверхвысокими частотами для профилактики в неделю требуется по крайней мере не вредно 150 грамм спирта. Что в этом правда? Все ложь от начала до конца. Может ли спирт играть роль такого нет восстановителя не может? Кроме разрушения спирт ничего не дает? Согласно данным из книги «Копыт и алкоголизм» существует долгосрочная программа научной исследования по проблеме алкоголизма на 1986-1990 год. По какому как по вашему мнению идет выполнение этой программы? Каковы практические ценности? Можно ли в ближайшее время ожидать каких-либо практических предложений по борьбе с алкоголизмом, поскольку уже исследования идут за 7 лет? Товарищи, книга «Действительный копыт очень хорошая, она дает очень много ценных объективных данных, но выводы, которые сделаны, они нас не могут удовлетворять, потому что обрисовав всю эту тяжелую картину, что же не предлагает? Открывать побольше наркологических пунктов. Мое товарищи глубокое убеждение, что кроме вреда наркологические пункты ничего не приносят. Они только развращают пьяниц и создают им такую иллюзию, что я хотя и пью, но я в любой момент пойду в наркологические пункты, там я стану сразу здоровым человеком. А этого на самом деле не бывает, и поэтому они не нужны, надо бороться с употреблением, а не с последствием употреблением. Вы считаете, что по теории умеренные дозы культурного питья несостоятельные, но какие тогда растения, как заявление Заиграева, Бабаяна, Левина, которые считают, что основной задачей в настоящее время является выработка установок на умеренное употребление онкоголя. Если это абсурд, то почему вы медики пропускаете на цвет книги тиражом 40 тысяч экземпляров с таким заключением, или среди медиков тоже нет единого мнения по этому вопросу. Что по вашему мнению надо делать, чтобы такие труды не создавали? Я, товарищи, вам говорил, вот я считаю, что вот такие, как Заиграева, Бабаяна, Левины, все они приносят огромные, это враги наши, враги наших на вашем народе. Я не допускаю, чтобы они были неграмотные. Во-первых, если неграмотные, тогда не пиши. Ведь имеются на этот счет такие осуждения, как высказывания и там, скажем, академика Бехтерева, крупнейшего психиатра, нашего в гребене, где он прямо говорит ни о каких малых или умеренных дозах и говорить нельзя. Высказывания, скажем, крупнейшего наших физиолога, ученика Павлова, то есть Воскресенского, Вознесенского и так далее, Сикорского, крупнейшие ученые, они точно доказывают, что никаких умеренных малых доз не существует. Они ничего не опровергали его, замалчивают, а вот выдвигают эту теорию, рассчитывая на дураков, то есть что им поверят и будут делать так, как они советуют. Поскольку тут одно из двух, или по мнению, шея неграмотность или враждебность. Я считаю, скорее всего, враждебность. нация, которая утаивает твои болезни от тебя самым уподобляется организму, лишенному болевых ощущений, если это так, кому выгодно подобно страусовая анестезия. Вот я считаю, что, конечно, вот такие люди и поддерживают эту страусовую анестезию, поскольку они, наоборот, дают... Я не так давно не слышал доклад Левина на всесоюзной конференции, где он прямо говорил, товарищи, с чем вы беспокоитесь? У нас дело обстоит хорошо, в других странах еще хуже, а у нас вообще нормально. Ну зачем? Он же социолог. Неужели он не знает? Если он не знает положение вещей, зачем ты делаешь доклад научный? А если бы он знал, если он знает и говорит, тогда это преступник. То, что я вам сказал, товарищи, ни одного слова, ни одного пупы, которая бы была тебятиной. Все то, что я взял строго научно и опубликовано в открытой печати. Так что не знать этого нельзя. Тот, кто пишет. Как снять ореол привлекательностью употребления спиртного у подростков? Прежде всего, если они перестанут видеть, что их родители пьют, а осуждают, это будет первое снятие ореола. Потому что трудно ему снять этот ореол, если он видит, что его любимые, дорогие люди, отец и мать пьют. Как же он может? Это они всегда являются для него талоном в жизни. Они пьют, а он что умнее их, окажется, не будет пить, на это рассчитывать нельзя. В прошлой лекции вы говорили, что не пьют вообще у нас доля процентов мужчин. На каком основании утверждаете тогда, что любое употребление алкоголя вредно? Нет ли употребления алкоголя тех же закономерностей, как и других лекарств, а такие, как чай, кофе в малых дозах полезно, а в больших вредно? Нет, товарищ, это не одно и то же. Конечно, если вы будете кофе пить, скажем, несколько, 5, 6, 10 чашек кофе будете выпивать, это будет конечно вредно. Но если вы выпьете утром чашку кофе, это не принесет вреда, потому что это слишком ничтожное количество кофеина. Но в алкоголе там стопроцентный яд, поэтому его малая доза будет, но малый вред, большую дозу большой вред, но вред всегда будет. А что касается того, что пьют, а вы проверьте их мыслительные способности в соответствующем учреждении, и вы увидите, что они очень далеко ушли от нормы. Даже относительно радиационной опасности существует понятие безопасной дозы. Вот как раз нет. У меня с собой нету сейчас этого напряжения. Я специально в другом своем докладе говорил о том, приводил доклад из доклада Тимакова и другого автора, который говорит, не существует безвредных доз облучений и ядов, в том числе и алкоголя. Сообщение, пожалуйста, сравнительные данные про СССР и США и в других странах. Ну, мы долгое время были, как вам говорил, на одном из самых низких. Сейчас мы перешли всех. если говорить официально, только то, что продается в магазинах, потому что пока ниже, чем в этой, во Франции. Но если принять во внимание то, что мы у нас в кустарных мире, самогон, виноградное вино, а также завозимые за границей. Кстати, сказать, в 79-м году мы завезли на 450 миллионов алкогольных напитков и столько же табачных изделий. В результате за пятилетку мы приобрели алкогольных и табачных изделий настолько, что нам бы хватило приобрести зерна в 4 раза больше, чем мы приобрели в 79-м году. Согласно известному определению Всемирной Организации Здравоохранения здоровья и состояние полного социального психического и физического и физического благополучия. В своем сегодняшнем и вчерашнем выступлении вы сделали акцент лишь на последнем факторе, частично затронули фактор психический. Но не является ли именно социальный фактор первым, определяющим распространение пьянства и алкоголизма? Именно в этом я полагаю суть главного кардинального всей проблемы. Каково Ваше мнение утверждаю, что любая попытка уйти и уклониться от прямого и ясного ответа на главный вопрос идет лишь к пустой и бесцельной дискуссии. Нет, зачем я не собираюсь уклоняться от этого. Я могу только сказать, что согласно данных Энгельса основной причиной распространения алкоголизма является бедственное положение рабочих при капитализме и доступность алкогольных напитков. В наших статистических условиях остается только второй фактор, а именно доступность алкогольных напитков. Что же касается социальных факторов, то кто из вас может утверждать и согласиться с тем, что, скажем, за последние 20 лет социальные условия у нас улучшились несравненно. Можете кто-нибудь утверждать обратное? А между тем, именно за последние 20 лет алкогольные напитки у нас возросли в несколько раз. Так что социальные факторы конечно имеют значение, если понимать под этим социальным как общество, потому что в обществе находятся вот такие, как Левин и Заиграевы, которые, пользуясь нашей печатью и возможностью публиковаться, они заводят народ совсем не в ту сторону, куда они должны были, обязаны были нас ввести. Бедственное положение народа? Вы что считаете, что у нас стало бедственное? Ну, конечно. Я поэтому не говорю, что в наших условиях уже не можем считать, что бедственное положение. Если кто-нибудь думает иначе, я как раз нахожусь в таком возрасте, когда я пережил еще жизнь деревни до революции и последние годы, я знаю еще, что такое жизнь простого крестьянина, которых у нас было 90 миллионов, или вернее 90 процентов людей. У нас семья, мы жили в деревне, уж мы не были самыми-самыми бедными, но все равно пшеничный хлеб для нас была роскошь. Даже черный хлеб мы ели только иногда, а большей части мы ели овсяный ячменный хлеб. Мясо это только мы готовили все в страду, когда надо было готовить. А так мы его редко видели. Ходили люди в лаптях, вы это знаете. Так все сравнивать. И то тогда душевое потребление у нас было 3,4, а сейчас у нас около 12. Вот вам. Продажа на бедственного бора. Как? Продажа, наверное, на бедственного бора. Товарищи, я указывал о том, что в 23-м году душевое потребление у нас было 0,2 литра на душу населения. Тогда у нас свободной продажи не было. Это касалось именно самогона. 0,2 литра на душу населения. Самогона готовили. А уже через 3 года в 27-м году того же самогона стали выгонять уже 7,5 литров на душу населения после введения монополии. Так что введение монополии не уменьшило выгон самогона, а наоборот увеличило в несколько раз. В 15 раз. Почему? А потому что были сняты психологические законодательные барьеры. В то время до введения монополии кто готовил самогон? Преступник. Он это сам считал и другие его считали преступником. А когда объявили вольную свободную продажу, тогда все стали варить, потому что считалось это узаконенным. И поэтому уже через 3 года после введения монополии свободной продажи торговли водкой количество выгоняемого самогона увеличилось в 15 раз. Вот так. Будьте добры, приведите свою гипотезу объясняющую планирование выпуска алкоголя во все возрастающих количествах. Какие слои нашего общества в этом заинтересованы? Товарищи, из того, что я сказал, я думаю, что все вам должно быть ясно, мой взгляд, на это вещи. Могли бы вы опубликовать свой доклад? Не только доклад, товарищи, я сейчас написал целую книгу по этому вопросу. Вот опубликует я не могу это сказать. Не можете ли вы сказать, в какой мере какие дозы употребления алкоголя родителями в наши именно периоды и жизни влияют на рождение ненормальных детей, добилов в частности, если достаточно надежные научные статистистики данные по этому на этот счет. Да, точно доказано, что 90% дебилов это дети, рожденные от бьющих родителей. диалектика говорит, нет куда без добра. Видите ли вы что-либо добрые виписки? Нет, вот это я не вижу. Тут диалектика сдает. Назовите, пожалуйста, основные причины пьянка, помимо подражания. Почему тяга к спиртным напиткам заметно возрастает? Чисто творящий психологический барьер. Поверьте мне. Я пережил тот период времени, когда был подойден сухой закон, и мы в течение десятилетия мы жили, у нас даже было стыдно произнести слово о вине. Вот я вспоминаю, что такое психологический настрой. Я вспоминаю, в 27 году поехали 30 человек студентов, девушек и юношей, причем юноши уже в возрасте, некоторые отслужили в армии. Мы поехали из Иркутска в Ленинград на экскурсию. Мы ехали 7 дней туда, 7 дней обратно, и 2 недели, там, месяц мы пробыли. Могу, товарищи, вас заверить, ни один не упомянул слово вина или пива. Не только не употребил, не упомянул. И если бы упомянул, нам бы всем было стыдно за него. А вот спустя 40 годах мне пришлось поехать в одной научной конференции в одну из сатаристических стран. Вот соседний купе 13 человек, ученых со званиями профессоров, докторов наук, они как сели вагон до самой столицы этого соседнего государства они пили. Приехали мы туда пригласили нас в такой национальный кабачок называя они говорят что мы вас угостим такое есть особое у них вино медвежья сила. Мы сели за стол и уже там сразу стали под скатертью подавать разлетую в стаканах водку. Так что прежде чем эту медвежью силу поднесли наши делегаты уже были под большим градусом и когда мы вышли от этой медвежьей силы в город то они на всю улицу и троллейбер кричали нам было стыдно весь вечер от начала до конца вот вам это что другие люди что они менее способны они менее талантливые они не менее талантливые они молодыми добились того что делали ученые степени докторские диссертации научной труды а вот психологический настрой делал тому что уже люди вопросы нравственности совершенно не было исключено если теперь если пил а теперь брошу вернется ли мозг исходное нормальное состояние